так ну ладно и так бенефис состоялся николай хайдарович вы видели два фильма которые он снял простым сейчас нам рассказал и пересказал мою технологию и получилось где-то полтора часа этого фильма и перевозил над фильмы мой брат и эти эти же любите с кучелку сделал видит его я поздравляю бенефисом даже то что вот это все что он сказал если бы он вышел бы на трибуну а штабы сидели ну хорошо не академист студент позовала бы гигантская гигантская потому что то чему сейчас и хочет это ужас и этот ужас мы еще будем проходить с вами это тоже будет проходить правила высадки инструкция домини деревья просто вскрываем упаковку сажающими на в грунт внимание это тоже тема полезен ставим на подоконник собираем перу же через три месяца и фотографии чешни я еще раз говорю а эти мошенники это супер мошенники они занимают первое место по мошенничеству вот спецназ не едет мордой в этом не тыкают вот показать хоть один горшок с деревом все лишним урожаем а он еще консультант есть официальный сайт вот и вот это вот нас мало мне вот это злит мало страшно 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 сейчас покажу вот имели наглость опять прислать я взял и нажал сюда внимание ну там понятно записано зимой так и написано зимой через три месяца будет урожай этих причем древовидных внимание нажал осторожно по данным ядекса сайт может быть связан с интернет мошенничество ребята не может быть связан а связан связан так что раз они могут получать прибыль страна дураком до сих пор еще не жутко поняли да я не мог через раз не показать уже я так знаю почему же не выбирает почему нет нет вот как-то страну то надо менять кто-то должен взять и сказать фас еду каждый день течение многих лет санитарная книжка за один день это значит всех больной сифилисом за один день получают книжку и идем за стараются повара они от этого нас тут много болит стоит все данные как добраться до этих самых мошенников а милиция не едет первым делом сорвать ведь его это же сушил скорой и же это милиция или нет а каждый скажет не моя даже хотя открытие письмо написал президенту фильм это вот и самая горькая что на дорогах гибнут люди потому что наука не знает что такое это самая гепатогенные зоны люди теряют за рулем сознание не знают даже не догадываются об этом трупы трупы аварии горе сироты похороны вот а эти же гепатогенные зоны они полях они в садах они везде скинули сельхоз а вы тут переводите а вы тут при чем а вот это кто при чем а еще скажу одно министерство просвещения 6 класс я сейчас даю до этого вот вот они словно так выкачу тут смирного надо ладно не буду это уже частая переписка хотя интересно было процитировать и возвращаемся к вашим этим и сейчас дойдем до и так фотографии 70 грамм если 1 я согласен биологическая совместимость это все еще мечта вот а а и 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 Резать, резать, резать. Они, занимаясь селекцией, они, то, что созданы новые сорта, должны довести их до конкретного района, чтобы именно в районе, допустим, Урала, в район, допустим, Срединной России, то, что называется российская низменность, там должны быть именно для этого места, где определённые уже эти почвы более-менее, где световой день, зима определённая, каких-то границах, именно там они должны выжить и выживать. Я говорю, берут и всё это калечат, а потом говорят, ой, что-то минус 40, что-то всё погибло. Самый умный учёный, я в любом имени не помню, но я читал, я железом лично, я же не только хаю науку, просто они, это советское время было, они вывелись, они как класс вывелись. Валерий Константинович, наш институт приватизирован, директор, это самый один жирует, вот, раз, Валерий Константинович, вот, письмо прочитали, это уже другое, вот эту горькую правду, пожалуйста, сожгите его, а я думаю, я что, подпольщик? А мы что, подполье? А мы что, где находимся? В колонии? Вот. А это, год всего назад я вам показывал, цитировал, арестован директор института, нет, не института, а директор этого научного центра и главный бухгалтер. И дальше написано, 10 лет, это не я, я вам показывал, 6 лет уже вместе. Я же сейчас не выдумываю, я цитирую то, что было. 10 лет они обкрадывали, так и было написано, фонд зарплаты ученых. И вы представляете, ученые нищие. Я ничего не скрываю, мой друг, это я для Александра Савинча сговорю, если к ней подойду, вот, как самая, человеку, на которую я возлагал огромные надежды. Не страна, а я, к сожалению, один. Вот. И так, насколько нищие, еще их, это самое, еще меньше платить. Что от них дождешься тогда? Вот так вот. Ну ладно, Владимир Владимирович, читаем дальше. Еще выдержал. Это очень важно, потому что с Манчжурса должны все сады начинаться. Это как по сравнению, так должны яблоневые сады. Вот. И, так же, с китайских сады, с львовой сады, ну и так далее. Вот это очень важно. Учитывая, что Манчжурец сам по себе и своей природе бронебойный, это значит, ух, а в железо он еще оккультурился за долгие годы селекции, то его Манчжурец плоды по вкусу ничем не уступают сортовым абрикосам. Вчера тоже пробовал, на спелом горечи совсем нет. Представляете, Манчжурец. На недозрелом немного присутствует. Теперь у меня посажено целых четыре корни собственных манчжурских блюдов. Почему не сорок? Гражданин Логимера. Ну, а дальше, это же не со мной переписка. А дальше он пишет, от зеленой абрикосы нужно сушь. Это, наверное, главное условие, что Манчжурец будет расти без особых проблем и хлопот. Ужелеза, он этот самый дикий камень собственный каким-то водительным способом оккультурился. Я у него покупал исключительно как опылитель для других сортов и как очень декоративный. Вот только любоваться. В интернете было написано, что манчжурские плоды горечи и кисельки. Говорит, да, но моему это сорок лет. Когда я попробовал своему манчжурцу, пишет Владимир, то прямо присел от неожиданности. Сладкие, сочные, без малейших горечи и даже не совсем уж такие мелкие. Эх, вы по сердцам и развертите, а? Ольга, Наталья, ну что же, а? Что было это? Меня грязь это поливать. Причем вот неожиданности. Сладкие, сочные, без малейших горечи и даже не совсем уж такие мелкие. Я в этом году у меня уже отдельные манчжурцы уже вот такие вот. Я смотрю, они продолжают наливаться. Представляете? Еще крупнее становятся. Ну что ты? У меня праздник за праздником, праздник. Вот, я вам покажу, куда же я денусь-то. Вот. Мой сад-то ни с чем не скутаешь. Рядом баня, вот она, не чужая моя. А он рядом растет. Вот такие вот. Зеленый-зеленый еще там. Так. Сначала я думал, что мне просто попался особенный сажист. Но вот, в прошлом году заказал у них еще два манчжурца. Это что это, здесь два. Почему не двадцать? Это шанс раз в жизни бывает. Раз в жизни. И теперь буду ждать плодоношение. Если верить. Так. А, есть подозрение. Если верить теорию Железова, что не только по двое влияет на первое, но это же работает и в обратную сторону. А как иначе что может быть? Вы знаете, как циркулирует это самое по дереву уже общему? Вот прививка. А как циркулирует что-то идет? Снизу вверх, сверху вниз, снизу вверх, сверху вниз. С подвоей приводит. Как может быть иначе? Тут даже это, это надо было 300 человек сказать, что нихерня занимается, включая докторов, академиков. Разгромили эту, Масенковскую школу. Так. Ах, они это самое, доказательства не могли, что они занимаются этими самыми вегетативной гибридизацией. Так правильно, в Сибирь надо ехать было, но не для того, чтобы лес валить, а чтобы тут выращивать на грани только, это один из моих посылатов, ребята, я вот эти вот слова красным подтверждаю, только на грани выживания просыпается вторичное качество. То есть, ещё раз, ой, господи, это же всем неинтересно. Закон Менделя есть папу, допустим, доминантный, маму рецессивный, или наоборот, маму доминантный, папу рецессивный. А почему говорят, что, как правило, маму идут, если это самое, на мамином дереве плоды? А? Да потому что по Менделю как раз три к одному, поэтому уже так и сложилось. Но даже если Менделя не действует законно. Ну, в общем-то, где-то действуют. Всё равно к кому-то идут. А дальше это отдельная тема будет, ещё одна будет тема. Варианты. Или умирай, если, допустим, не может, пошло культурное дерево. Обычно одно более, а другое нет. Одинаковых не бывает. Или умирай, или, может быть, на грани выживания происходит вот это самое, подмена. И в ДНК есть запасной вариант на выживание. Значит, может слегка дичь. А моего академика 100-граммового вырастет 50 грамм, или если это самое, потом ниже будет, ниже будет, ниже будет. приходится. господи, сколько летать приходится. Не, не будешься. Как Фаина получилось в два раза меньше, но какая? И какой его сорт был, когда моя Фаина из косточек дошла до плодоношения? Вот она, вот она, вот она. Вот она. Ладно. Итак, ребята, как бы нам, наверное, перепрыгнуть что-нибудь. Ладно. Я, вы больше не думайте, что это шарлатанный матч. Так, надеюсь. Ну, все, проехали. Еще раз. Вот это вот, пивная кружка только называется пивной. Я же сказал, пиво пить нельзя. Устроили всероссийскую забастовку, чтобы все это дерьмо было выкинуто из магазинов, а они это самое. Они травили всю страну травить. Это я, так сказать, про кружку пропивную, которая служит символом, что из нее не выпито ничего. Только использую, как вот это вот. Ну, на три десятых сахар снизился, посмотрим. Вот. Я надеюсь, что это пойдет по всей стране. И, наверное, бывает уже поздно, когда у человека диабет страшный. Я знаю, сколько людей моему отцу отрезали ноги, ногу, ногу по самой пахе. И он в муках умер. И таких у нас миллионы, если вряд ли все воды. Вот. Чтобы мне спасти ноги также от диабета, которые уже начинали гнить. Мне сделали операцию лазерную за каких-то сто с чем-то тысяч. Вот. А мне говорили так, нету денег. В очередь, если несколько лет, а это значит, что без ноги уже. Потому что, ну, предположение, мне осталось с ногами жить полгода. вот так вот было. А сейчас ноги, ну, берегу их теперь. Вот. Пью вот это. Четвертый день. А чего бы чай не взялось? А вот так правда, Алексейка прав. Знаете, бывают такие дела, как сопо денег. Взял из моих сухих, не сухих, а зимних веточек, зимой прорастил. Вот и выдающийся человек с его, он не стал скрывать свои эти, все, как делать зимой. Я не стал скрывать, как летом у коленей. Вот. Мы два сапогопара. Одна с пользой будет, если это пойдет по стране. Мы спасем тысячи отпиленных ног, которые не отпилят. Мы спасем кучу народа лекарства, эти мухи, эти бессонные ночи. Это как, еще был живой, извините, разговаривался, Матинков Юрий, он уже лежал в больнице при смерти. И разговаривает по телефону, а рядом со мной мужик. Он ни одной ночи не спал. Он сидит на кровати, у него гнилые ноги. Блядь от ноги гниют. И ждет уже смерти. То есть, я также Бродский ждал смерти. Ноги гнили. Но тогда давайте так. Вся страна покрывается абрикосовыми садами. Я уже объяснил, что это проще пареной репы. Выслал это 500 штук. Смотрю, присылает фотографию такой, все 500 пошли. У Сергея Железова эти самые. 99% я показывал подряд. Зашло. Еще под 100%. Я показывал же вам. Показал. Ну мы же быстро, у меня 200 тысяч костик лежит в погребе. Я же ждал от науки что-то. Караул. Всю страну. Если в каждом саду будет по 5-10 абрикосов, тут не надо мелочиться. Бывают же годы без абрикосов. Но чтобы косточки еле-еле-еле, не только садили, но еле-еле-еле. Мне по счету кажется, у нас онкология будет побеждена хотя бы в большей части случаев. Не начнется онкология у тысяч, у миллионов. Рано или поздно у онкологических миллионов, если брать за 5-10 миллионов. То есть и рядом растут эти же шелковичные сады. И вот он диабет. А диабет – это ноги. Вы же знаете, чем кончается. Пила короткая жизнь и несколько как моего родного отца Железа. Несколько месяцев страшных мух. Лучше бы сразу бы и без всякой надежды на исцеление. после того, когда нога отрезана по паху. Вот это нам надо. Вы понимаете, ради чего я? А тут шарлатан. Ни хрена вы не понимаете. Вас ничего научили. Но главное, вам внушили мысль, что вы все знаете. Вот это обидно. Вы ничего не знаете. Мало того, все, что вы знаете, это бред страшный. Помните, это несчастное дерево, 7 лет, груша. Вот-вот заплодоносит. Уже плодовые почки. Нет, из 5 веток отрезаем 4. Я прикрыл 8% кроны. 4 страшные вот такие раны. Это все ваша наука. Железовный генетик. Ваш брат Железовный генетик. Это к моему брату. Он металлург. Как будто металлург. Это жили были три брата, два умные, один футболист. Это вы переносили, что ли? Вот это вот, вот это вот. Дальше переписка. Это уже люди восхищенные, смотрят вот это вот и уже как бы это называется. Спрашивают у автора, эти абрикосы сладкие? Мне понравился ответ. Да, умопомрачительные. И это манджурцы, те, что вы назвали дикими. Манджурский абрикос на четвертый год. Посадил косточкой от ВК в Келябинске. Вот еще пошла подогревать. Ну, хорошо. 24 грамма. Это не так же плохо. Наверное, с кисленькой может быть. Это другой вариант. Вот. Теперь вот это вот еще. Вы помните, мы с вами занялись немножко, рассказывал про вегетативную гибридизацию, чересня на вишне, получая вегетативные гибриды. А как там написали его, Светлая Наталья и Сольгой, выпускницы, кандидаты? Как вы написали? Процитировали через 7 лет исполнилось 100 лет той цитате. Сто лет! Я нашел вегетативную гибридизацию, лжа наук. А вот вы знаете как? У меня черешни поспели, а вишни стоят зеленые-зеленые и не думают. Радно. А теперь посмотрите на листья. Это вишневые листья? Вы вспоминайте, листья у вишен у классических. Правильно? Сердечком. А эти вытянулись. Еще не черешня. Но самый главный принцип черешня поспела. понимаете? Гены черешни приблизили сроки плодоношения. Понимаешь? Это вишня. Ну, подробнее потом. Ну, хотел бы я вас угостить через пару дней на сану совместивание. Калитка забита и похожа навсегда. он. Как зафиксирую? Продолжение следует...